Я вам сейчас дам послушать демо-версию новой песни группы 2517. А, это где мальчик такой симпатичный? Да, да. Антон мне очень нравится. Вот, но у них новый проект «Лёд 9». В общем, послушайте, я вам сейчас включу. Вот так. Да. В целом, должен сказать, что после прослушивания картина классическая, клиническая, которую можно, в принципе, довольно просто описать. Заметны какие-то такие реперные точки, да, по которым, в принципе, диагноз довольно легко будет поставить. Где у вас громкость-то? Я не могу услышать. Я не понимаю. А так всю песню будет, да? Тут есть и персеверация речи, тут есть и повышенная эмотивность. Главное то, что я заметил, как константа, да, вот через все творчество проходит полярные противоположности симптоматики. Совершенно. Между прочим, хотя, что мне скоро 70 лет, но песня, я бы еще и танцевала. С одной стороны, можно легко констатировать желание рассказать правду, открыть глаза на истину, ну, в общем, всех спасти. Некий комплекс мессии. И одновременно осознание того, что это невозможно, потому что все эти люди, да, кому обращены эти тексты, эти песни, через какое-то время умрут, они умрут телесно и, выражаясь языком больных, духовно, да? В каком стиле сделана песня? Антон будет петь? А тут это лысый, что ли, поет, да? Ну, читка хорошая у него. Интересный, конечно, вариант исполнения, это более такой диско, да, пати-вариант, ну. И вот смотрите, мы имеем, опять же, два вот этих полярно противоположных симптома. С одной стороны, возлюбие ближнего, а с другой стороны, мизантропия. И понятно, что здесь должно быть что-то одно с точки зрения душевного здоровья и психического. Либо ты людей любишь, либо ты их ненавидишь. Ну, как бы песня состоит из хаоса, из какого-то, вот, это самое. Вполне неплохо, я, правда, голос сделал чуть потише относительно, ну, основной мелодии, а так вполне нормально. Слова довольно хорошо слышны и смысл поэтому понятный, не смазывается ничего. Но смысл это больше реально клубный. Похоже на дабстеп, да? Что-то вроде этого. Я немного разбираюсь в движениях. И все эти полярные психоэмоциональные состояния, да, все эти биполярности, они уже к тому же находятся в постоянном и пролонгированном конфликте друг с другом. Они, по большому счету, проталкивают больного в состоянии синтонности. Даже, наверное, не синтонности, я думаю, о синтонности уже поздно говорить. Скорее в состоянии классического и довольно мощного эффективного резонанса с любыми действиями, любыми действиями, повторяюсь, какие бы ни предпринимало окружающий его социум. Какой-то нацистский бред, закомплексованного быдла. Такая успокоительная жвачка для воинственно настроенной молодежи. Не знаю, может быть, это даже проплачено спецслужбами. По поводу этой группы, я думаю, что ребята очень хорошо начинали, но со временем стали больше отходить к коммерции. Им пора уже определиться, по какому они пути. Либо по звездному, либо с обычными русскими людьми. Русских сейчас гнобят, чурки беспределят, жиды их покрывают. Ребятам просто нужно больше правильных мотивирующих песен. Только, честно, я не понял, что слышал. Что понравилось, мне понравилось сказать, точно не понял. Я не могу это слушать. Знаете, мне вообще кажется, что надо, Антон, начинать свою сольную карьеру без этого лысого. Антон, уходи от этого лысого. Спасибо. Ну и самое печальное, что со всем с этим нужно как-то жить. Я атеист, я спирт пил. Ну а пациентам нашим, что я могу посоветовать? Сульфазинчика под обе лопаточки. Миллилитров 10-12 для начала. А потом посмотрим. Мне нравится ваша песня. И я желаю, чтобы она вышла в эфир, и чтобы ее поняла. И молодежь, и такие взрослые, как и я. Чтобы она звучала в мире любви в нашей стране, в России. Нормальный ансамбль. Но есть тексты, конечно. Поэтому они, естественно, под наблюдением. Будет отмашка, будут меры адекватные. Но вообще, песни душевные.